Друзья, вы на канале ЮАНьюз. За подписку, лайк и комментарий будем рады. Но мы начинаем. Бахмут взят в полуокружение. Украинские войска продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и приближаются к взятию города в тактическое окружение. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать, написал Сырский. Также он отметил, что несмотря на то, что ВСУ сейчас контролирует незначительную часть Бахмута, значение его обороны не теряет своей актуальности. Также поступили хорошие новости о третьей штурмовой бригаде ВСУ. Третья штурмовая бригада ВСУ заявила, что зачистила от врага 1730 метров в длину и еще 700 метров в глубину под Бахмутом. Бойцы 2-го штурмового батальона уничтожили подразделение 72-й бригады россиян, которые пытались вернуть себе позиции. Только за вчерашние бои были уничтожены 23 оккупанта и более 40 ранены, говорится в сообщении. Переброс врагом дополнительных резервов на бахмутское направление свидетельствует о провале их наступательных действий. Крепость Бахмут держится, заявил представитель ГУРМУ Украины Андрей Юсов. Он также отметил, что все лучшие подготовленные резервы российской армии уже были использованы во время полномасштабного вторжения. Разрекламированное российское зимнее наступление свелось к операциям по нескольким направлениям без результатов. Тем временем стало известно, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как Вагнер по сути разбит, передает чреватый. Сейчас проехали по позиции, слышали то, что происходит. У нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала три квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Бои продолжаются, мы удерживаем ряд зданий в Бахмуте. Мы фактически вытрепали его очень мощную группировку. Она близка к уничтожению. Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска, и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. Пацан сказал, пацан сделал, а дальше делайте, что хотите. Меня, главное, отпустите, поджав хвост, потому что потерял лучше свои кадры. По сути, его группировка Вагнер разбита, заявил чреватый. Россия понесла потери около 100 тысяч человек в Бахмуте, заявил Байден. Лидер США отметил, что такой уровень потерь личного состава сложно компенсировать. Зеленский также прокомментировал ситуацию. Бахмут на сегодняшний день не захвачен РФ. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг цитирование медиа его слов о якобы потере контроля ВСУ над Бахмутом. Он подчеркнул, что украинские военные выполняют там очень важную задачу. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте и зачем. Военные знают, как поступить, как сделать, чтобы наши люди не попали в плен. Сегодня военные выполняют очень важную задачу. Они находятся в Бахмуте, а это говорит о том, что Бахмут не захвачен РФ, сказал он. Также Владимир Зеленский прокомментировал новости об истребителях F-16 для Украины. Сегодня открытая для нас миссия тренировок, и это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Я не могу сейчас вам сказать, сколько нам удастся получить самолетов. Также не могу сказать, когда это будет. Мы будем это ускорять. Байден же публично подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на F-16. А Великобритания планирует начать обучение наших пилотов уже этим летом. Теперь уже официально Крым можно бомбить. США дали добро Украине для нанесения ударов по полуострову. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали добро Украине для нанесения ударов по Крыму. Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым – это Украина. Для начала Украина получит 12-18 истребителей. По словам Юрия Игната, западные страны не будут передавать истребители поштучно, а сразу отправят эскадрилью. В нашем варианте авиационного подразделения это 12 плюс самолетов. Также Байден объявил о новом пакете помощи от США на 375 миллиона долларов. Туда войдет дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем ХИМАРС, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты ТОВ, противотанковые системы «Джевелин» и «АТ-4», мостовые системы, бронированные медицинские машины, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники, тепловизионные системы, запчасти и другое полевое оборудование. Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за лидерство, за оружие, за решение о тренировке пилотов. «Верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире», написал президент. Истребители F-16 могут появиться на фронте очень скоро. Военный эксперт Роман Светан пояснил процедуру подготовки летчиков и аэродромов. После принятия политического решения где-то надо около от трех до шести месяцев для того, чтобы и летный состав, и инженерно-технический состав освоили эту машину и дальше смогли ее эксплуатировать не в полном составе, то есть не в полных объемах, а в выполнении определенных задач предполетной, послеполетной подготовки, межполетной подготовки. То есть для боевых условий и выполнять боевые задачи надо от трех до шести месяцев обучения. Основные регламентные работы эти самолеты будут по протоколу выполнять на базах уже европейских, на производствах, на тех заводах, которые их обслуживают. То есть это стандартный набор обслуживания этих самолетов. То есть три-шесть месяцев и у нас эти самолеты будут после принятия политического решения. То есть это связка однозначная. То, что нам надо подготовить для принятия этих самолетов, у нас уже готово. У нас больше десятка аэродромов готовы. Мы уже принимали такого уровня самолеты. Ф-16, кстати, у нас в 2012 году садились на аэродром Миргород, выполняли боевую задачу по прикрытию и контролю воздуха при выполнении Олимпиады 2012. В 2018 году пара Ф-15 садилась на аэродром Староконстантинов и еще на несколько западноукраинских аэродромов. выполняли боевые задачи около полторы-две недели. Они летали в рамках проведения мероприятий «Чистое небо» 2018. Включения были. И наши, кстати, смогли летчики тоже подлетнуть чуть-чуть. И американцев у себя покатали на Су-27, на МиГ-29. То есть мы эти самолеты уже использовали парой. В 15-х, когда заходила, пришел один борт Galaxy с аэродромно-техническим оборудованием. Второй борт – это тяжелый борт-транспортник. И еще пришел борт-самолет-заправщик. То есть даже для того, чтобы одну пару подготовить, не надо было много оборудования. А если уже будут передавать, а думаю, будут передавать около 40 самолетов – это оптимальный вариант, это как раз бригада. 40 самолетов, 3 эскадрильи по 12, звено управления 4. То есть 40 самолетов. Если дадут 50, можно сделать 2 бригады по 24 самолета. Плюс, то есть где-то по 2 эскадрильи в каждой бригаде до 50 самолетов. В зависимости от количества самолетов будет понятное расположение по бригадам. Потому мы эти самолеты сможем использовать по прямому их назначению. Это самолет, который может выполнять задачи перехватчика, неся определенное вооружение, ракеты воздух-воздух, работать по ракетам, как летающая пусковая установка ПВО. Он может использоваться в качестве истребителя. Он может вести воздушный бой с любым истребителем противника, используя и пушечное вооружение, и ракетное вооружение натовское. И очень важно, он может использоваться и по земле для выполнения задач по продвижению наших войск перед войсками, как ледокол, прорубая с помощью бомбардировочного и ракетного вооружения, неуправляемых ракет, неуправляемых ракет, управляемых авиабомб, свободнопадающих. То есть перед нашим наступлением, перед наступающими войсками, вскрывая оборонные редуты противника. Вот его задачи. И именно даже одной бригады из трех эскадрильи будет достаточно для того, чтобы выполнить прикрытие одной наступающей колонны, то есть одного прорыва до выполнения полностью выполнения боевой задачи.